Вот это вот, это важный момент, потом мы просто будем все подряд с вами проходить, проходить, вот, много писем интересных, но я не мог это обойти, почему? Мне подарили эту книгу, вот она, видите, вот это замазана фамилия, за то, что я показываю не вам, а сам, посмотрите, с кем мне придется сейчас вступать в полемику, надеюсь, добрую, вот, заметьте, значит, тут, ой, я же не посмотрел, сколько ему лет, ну, надеюсь, жив-здоров, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик, академия наук, заслуженный деятель науки, общепризнанный в СНГ ученый-селекционер, в СНГ, значит, СНГ это последние лет 20, то есть, значит, действующие. Основной автор 53 сортов яблони, 53 сорта, вы представляете, это подвиг, так, 16 сортов груш, 33 районированные, за разработку внедрения, награжден золотой медалью имени Мичурина, вот, представлены сорта груш, обобщен многолетний опыт. Почему, сейчас вы поймете, почему. Итак, вы поняли, кто передо мной, кто перед нами, вот, сейчас я покажу, откуда берутся Поливкины, смотрите, внимание, для начала, первое, имею ли я право не учить, вас имею право учить, потому что у нас свой круг, мы все друг, вспомните, Алексей, 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 Алексей Иванович, он теперь у нас ведущий по Шелковице, это же не шутки, что, у вас есть кого Шелковице? Сколько сейчас рук из вас поднимет? Вот так. А как бы ни одного. Понимаете? Вот этот момент. Чернобаев где-то тыкал-тыкал на мои черенки, чел, и дотыкался. Теперь он лидер тут. А Латинков, царство небесное, а Бодр, царство небесное. Видите, какие люди? Вот, смотрите. А для него, ну, жевать никто и никак. Смотрите сюда. Вот это моя груша. Ну, я, конечно, не первый по парчимок выбрал, да. Это один из тех, которому я не прикасался. Просто не прикасался. Никогда. Секадрами я имею в виду. Так. Смотрим дальше. Это просто фотографию, как-то уже раз мелькало. Видите, что творится, если взять грушу и сделать вот так. Вот. Вот. Это в обиходе. Это делали тысячи, миллионы людей и потеряли тысячи, миллионы груш. Смотрите дальше. И вот авторитет из авторитетов пишет. Необходимо ограничить высоту деревьев на сильнороссых семенных подвоях до трёх метров. Семенных. А знаете почему? Груши вы эти, черники эти, корни не получите, если вы воткнёте палку. Хотя они яблони. Понимаете? Не получите. И получается так, что или семенные, так, или никакие. А раз семенные, то лезть будут вот так вот. Вот так вот. Теперь смотрим дальше. Все вертикально-волчковые побеги в верхней части крона надо ежегодно вырезать на концу. Или выламывать ошмигиванием. Ну, про ошмигивание мы поговорили. Вырезать на концу. Я с горечью говорю, что, к сожалению, я не ожидал в этой книге тогда вот это увидеть. Вот. А дальше соподчинение. Оно нарушается. Теперь надо это самое. Важно соблюдать. Ой-ой-ой. Вот. Смотрим дальше. И вот пошли сорта. Суско-пирамидальные кроны. Такие большинство. Он упоминает детских, но такие большинства. Расширить крону. Следует обрезать на внешнюю почку. Видели? Вот это, на мой взгляд, та самая ошибка принципиальная. Если груши Бог дал вот такую крону, вот которая была до пунктира вот этих. Вот она была целая. И эта ветка, и эта, и эта, и эта, и эта. Вот это и есть самая настоящая груша. А теперь получаем обрезка на концу. Вот такое. И самое главное, я никогда не мог понять. Вот. Если бы можно было бы нас посадить рук противника. Пусть подобно. Может за пол-литра. Я бы его спросил, как они делают, что в этих селекционных садах они берут и с помощью этих ран, через которые мороз проникает, снижает морозостойкость. Я всё время пытаюсь понять эту вещь. Ещё раз порассуждаю. Это очень важный момент. Вот. Итак, для чего нужна селекция? Допустим, груши. Мы с вами про груши говорим. Она нужна прежде всего для того, чтобы грушу продвинуть на север. Груши у нас такая слабая. Вот даже в Сен-Нагорске яблони были, абрикосы были, а груш не было. А которые были, есть было нельзя. Это был прокол, который мы садоводов-любителей восполняли. Ну, нам некогда было резать, мы просто не резали. И получали урожа, я вам показывал. И вот получается, что, значит, понаделав ран, а дальше начинается, знаете, сколько их? Тут, это вот ещё где-то был текст, по-моему. Ладно, потом. Понаделав ран. Где-то тут было обрезка, 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 обрезка. Вот. А, ещё не хватает одной. Короче, таря обрезка, 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 и потом, может, ниже найдём, где обрезать надо каждый год. Каждый год, да? Вот. И всё это снижает малостойкость. По-моему, мне уже истерскими общаясь не осталось ни одного человека, который бы сказал, что я не прав. Ну да, я читаю вот эту дурь, когда пишут, что обрезанное дерево живёт дольше, оно более здоровое. Ну, понимаете, да? Вот. А я ещё говорю, что такое рано на концу? Когда вот так отрезаешь, дерево плохо. Когда отрезаешь, это как человек, отрезать пальцы плохо. Отрезать всё это до запястья хуже. Ну, ещё хоть чем-то махать можно. Отрезать по локоть ещё хуже. А теперь, представляете, советуют отрезать целиком, вот здесь вот. Вот по плечу. Вот раз, и нет ничего. И это учит совет, а потом указывает, что человеку это хорошо. А дерево, у них тот же принцип. У них также сосудистая система, всё, которую нельзя нигде прерывать. Я показывал суть, тем же фотография ещё покажу. И вот получается, что? Как можно селекционным в саду вот все эти раны делать? Причём там ниже, я ещё найду, по-моему. Там раны надо ещё делать каждый год. То есть ещё обрезку каждый год. Вот. И как можно при этом совмещать увеличение морозтойка часто следует. Значит, сегодня, нет, вчера. Ксеногорец, позавчера. Я надеюсь, он тоже смотрит. Потому что он мне позвонил. Потом пришла мама, он инвалид. Вот. А пришла мама, а он сказал, уже ли зао купить, значит, черенки 5 квинти. Ну, тут спору нет. Это квинти, это выше, это выше река. И 5 сварогов. Я отговорил его по телефону от сварога. Я сказал, я вам 5 самых сладких груш. Селекционный груш. Ещё со скидкой. А сварог не берите. Сварог, у него одна из родителей, это уссурийская дикая груша. Он не может быть абсолютно сладкий. Никогда. Причём с помощью семенного, с помощью, значит, с помощью опыления и семенного размножения. Вот. Никак. И вот понаделали груш вот таких вот, типа сварога. Ещё много там же на Барнауле, на это, в институте имени Елисаветка. Они были вынуждены, а я их все пробовал в чужом саду. Я был так разочарован. Красивейшие груши нескольких сортов. Это все, это селекция сибирская, селекция алтайская. Вот. Они крупные, они красивые, но они невкусные. Совершенно невкусные. Вот. И получается, что таким путём добиться практически ничего невозможно. Они, чтобы увеличить, а главное, груш, самое главное морозостойка. Всё. Чего бы и не расти, там, когда прекрасные подвои есть у селеки. Чего бы и где угодно могут расти, ну, кроме, где близкая грунтовая вода, то есть в нормальных садах. А это процентов 80, наверное. Всё может быть. Вот всё, а в стране груш нет. Всегда, а она же не зря, эта самая, та дама, третий миллион учит, калечит. Оно получается, что морозостойкость несовместима с ранами. И вот этот академик спокойно учит вот этому самому. Видите, что он творит? Вырезает на концу ежегодно. Ежегодно. Вот. И они же как? Груша, особенность такая, чем больше я заключаюсь, чем больше я решу, больше заключается. Невозможно через это пройти никуда. Я уже всё это, я бы мог каждую строчку обругать, извините. Вот. Вот это страшная ошибка, страшная. сейчас немного и закончим с этим. Вот. И получается, а если бы я учил вот так вот, то есть, получается, не было бы книги, если бы он вот это всё не рассказал. А потом, знаешь, что ещё будет? Вот это просто, я взял свою фотографию, мне есть фотография, которая предназначена для будущих книг. Смотрите на неё. Любая рана, ворота инфекции, вот, но инфекция идёт за мертвичиной, никогда впереди мертвичина. За мертвичиной. То есть, дерево начинает погибать, её, сама тело, дерево, скажем так, начинает погибать от морозов, а за ним пошла мертвичина, а мертвичина пошли гемори. И вот я сам взял несколько фотографий. Посмотрите. Вот это груша. Вот попробуйте её обрезать. Для этого надо взять секатор, надо, вспомните, я там показывал лучше эту, там, 9 видов веток лишних, они тут все 9 есть, все 9, вот, только там и не было, этих, не было цветов, и не было листьев. А когда ничего этого нет, голые ветки, и не жалко, и вообще рев, все лиц, вот их бы сюда бы сейчас, да, до силы бы привести, да, под страхом расстрела, отрежь все 9 лишних видов веток. Вот тут бы все, белые ветки лежали бы на земле, а тут бы все искалечено. Почему их вот так не учат? Вот это ещё, знаете, чем мне вот эти две фотографии, сейчас покажу, я бы уже показывал, но они бесценны. Плодоношение только на концах веток, только на концах веток. Видели? Это груша на концах веток, только на концах. Я ничего не путаю, у меня глаза не подводят. Яблоня мелба, только на концах веток. Вот. Посталах железа, технология обрезок и приближения, плодоношения, об этом забыли, и не понимают. Родилась на корнесобственных деревьях, то есть ждать 8-15 лет. До появления практики прививок. У меня абрикосы бывают, засветают в первый год. Ну, то есть, фактически, после прививки на второй год. Вот. Яблоня на второй, третий, я вам столько показывал, и прям, питомник с 1-2-3 садовцами цветёт и плодоносит. То есть, смысл, вот это, технология обрезок, он потерялся вообще. Итак, а люди, из-за на концах веток, деревьях, долго ждали урожая. И вся вот эта трехобудия, мудрость в кавычках, была придумана для деревьев, в которых не было прививок. И вот и получилось. Смертельный тормоз развития садоводства. Вот вся эта технология, которую мы сейчас выше смотрели. А почему академик это не понял? Вот это моя фотография. Нет, я, конечно, не собирался приближать положение. Я бы не просто, я с полных деревьев беру ветки на прививку. Вот одну отрезал, вот вторую отрезал, вот третью отрезал, вот четвертую отрезал. Ну и правильно сразу плодовые почки заложил. Видите? Ну сколько ему лет? Ну, наверное, третий ему. А вот четвертый. Вот, видели, да? Обрезка обрезка в середине лета в холодной России для привлечения плодоношения. За что? Бессмыслится, согласитесь. Дерево привитое, оно и без вас заплодоносит. Вот. Еще одно дерево, такое же молодое. Я ради того, чтобы, посмотрите, как цветы расположен. И вот она, ненависть к лишним веткам. Посмотрите. Проходит время, и эта груша начинает вот так плодоносить. Плоды ее изгибают ветки так, что они потом не восстанавливаются. И вот тогда ветки остаются в наклонном положении, и теперь их надо срочно уничтожить, потому что это, если все собрать публикации, количество просмотров, счет пошел на миллиарды, и не преувеличивает. Все это надо уничтожить. Зачем? А почему? А когда режут плодов-то еще нет? Вот. Вот эта фотография для учебника. Это моя любимая фотография, одна из первых. Потому что, я помню, эта фотография одна из первых, потому что, я помню, показывал выше, там у меня груша, все в плодах, все увешано там, ветер 30. А вот эта вот, ее сверстница, в один год привиты, нормально развивались, вот, стоя я не брал черенки, потому что не было берки, я не знал, что это нарядная фибра, вот еще одна нарядная фибра. Там заплодоносило, уже поздно было черенки брать, да и жалко. А вот с этой я брал, и она начала рано загибаться, она давно мертва, вот. Но она как спасалась? Вот если вот здесь сухую ветку я отрезал, уже видно, что дальше уже все, вот это еще год, и пришлось вот эту отрезать. Вот эти ветки восстанавливали, пусть они ниже, но это будущее крона, так устроена природа. Их надо уважать, их надо ценить, им надо поклоняться. То, что, а волшки окружены страшной ненавистью, потому что такое впечатление, что никто не может подождать год-два, когда на них плоды повиснут. А я дожидался. И вот, пожалуйста, форма груши. Вот она. Она практически вертикальна, но груши дает, как ни в чем не бывало. Видите? А вот дальше она раскрывается. Это то же самое дерево. Проходит год-два-три, подражаем, она сама, вот такое впечатление, что ее не надо осветлять, а солнце надо. Она вот так распахивается, я вам показывал на войлочке лишний, да? Вот и все. И не надо ничего лезть сюда. И главное, предельно морозы. И никогда, ну мы сейчас про груши говорим, а я про все говорю. Я видел в Москве, там, кем-то в саду, чьи выпускники учат калечие деревья. Помните, сколько я на них это самое, яда вылил. Вот. Никогда, нигде вы не найдете у меня никогда и нигде плесени на грушах, тли на грушах, мы сейчас про груши говорим. Вот. Дырок просто не найдете. Ничего. Почему? Не обрезал. Вот это вот. Как можно обрезая, снижая морозостойкость, ясно, что после этого дерева болеет. Раны, 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 раны. Я специально не делал, чтобы с большей стороны у меня все плесень. Нет, друзья. Вот. А вот это уже особый случай. Смотрите. Это тоже та же нарядная филла, как вот эта нарядная и то нарядная. Вы видели. Это другое дерево. Здесь двухметровый забор. Ей гораздо хуже. Она не стала ветки тут выбрасывать, потому что в тени нет. Она полезла вверх, 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 вверх. Так. И только где солнце, она начала плодоносить. Да, штамбу плохо. Да, здесь сыро. Здесь темно. Вот. Есть только не прожить, как той, которая на солнышке греется. Но, тем не менее, оно себя оправдало. Ну, про это мы уже говорили, про этот самый, гигант под Москвой. Они потом увеличены в два раза. Вот. Ну, сварок есть сварок. Сало как сало. Чего пробовать? Есть огромное количество грош, но такой фотографии приведите внимательно, чтобы вы не думали, что я болтаю. Почему, сейчас поймете. Итак, смотрите. Груши видите? Везде, все. Вверху, внизу. Просто они еще это, цвет не этот. Тут их огромное количество. Так вот, самое интересное, что я вот этой фотографии еще не хвастался, а вот этой хвастался. Смотрите, на эту сторону за забор свистнула одна из веток. Выглядит какой урожай. Она просто взяла, вот пришло время, она росла себе вверх, она взяла вот так вот выше забора и вот так вот видно меня, да? И раскрылась крона. Груши предельно крупные. У меня же есть в следующем году урожай был чуть-чуть меньше, но зато на том в следующем году я показал мастерам Александру Савинич разговаривали с хозяйками, которые отсюда собрали, может быть, ветер 10 с этой веткой. А мы подошли, нам надо было немного этого. Ну, все это черный пиво. Ну, еще набрали ведерко, у них не хватило терпения все собрать с этой, то, что смесилось. Ну, так сказать, с соседям. Они так стеснялись, говорили, да мы тут собрали, это ради бога. Все, что смесилось с соседям, уже не наше. Санкция их, Значит, это их урожай. И все это видно, какими крупными отборами урожай, урожай был чуть меньше, а груши были в полтора раза крупнее. Вот. И без всяких хитростей, без всяких обрезок, и, естественно, совершенно здоровое дерево. А вот это теперь молодое дерево. Мы же говорили про сморог, на таком дерево. Они практически сладкие. Есть легкие, но все равно вкусно. На, так сказать, не очень избалованный вкус сибиряков, у меня покупали ведрами вот с этой груши. То есть, с этой стороны, с моей ведрами покупали. Хотя, она для меня не очень вкусная. Тем не менее, сибиряк, я могу до полярного круга. Вот. Дальше прошло время. Смотрите. Прошло время. И она стала вот такой. Это чисто... Я же два дерева спилил. Почему? Сергею места не хватает. Земли для нас нету. Для опыта, для опытного сада. И два спилили, оставили одно мощное. И молодежь, вот это второе вдогонку. Оно играет роль маточного дерева, но... Ну, вот человек ко мне обратился, говорит, мне пять с ворогом. Я отговорил. Всего десять ведущих отсюда срезано. и... Может быть, пять из них купили. Не помню. Вот. Но, сами понимаете. Хочется на север за Красноярск. Вот. И в соседней республике, так, подальше, посевернее. Там это будет как раз для них. Это будет находка. Вот. Видите? Вот. Нельзя такую форму трогать. Ну, вот растет себе. Смотрите. Даже привитые груши норовят расти вверх. Не всегда. Помните, я показывал, я стою, груша вот так вот, которую соседке это самое посадил. Вот такая вот. Бывает. А чаще всего вот так. И не надо ее трогать, пусть так и растет. Вырезать, осветлять. Вот. Я вам-то вот этот ужас покажу, что люди придумали. Раскрытие кроны. Так вот, я не просто тому, что это дурная работа. Она опасная работа. Раскрытие кроны, знак вопроса. Чтобы сгнил штамп и корни. Поверьте еще раз. Терпеть не могут груши сырость. Они из каких-то полупустынь, где совсем мало влаги, где они не привыкли, когда в воздухе много влаги. Вы посмотрите, когда, вы же обычно как смотрите? Значит, а я по-другому смотрю. Вот, например, посмотрели, минус 10, минус 20, минус 30. В этом году у нас 20-30 средняя была всю зиму. Так сложилось. Ни холодно, ни жарко. 20-30 редко за минус 30. Вот. И я смотрю, 60-70 процентов влажности. Ну, понятно. И вдруг, бах, 97. Я гадаю, мне это очень важно. Груши не выносят такой влажности. А в чем дело? Почему такая? А догадался? Вода имеет какие состояния? В виде воды, в виде влаги, да? Дальше в виде льда, дальше в виде снега, вот, в виде пара. И, наконец, она, минуя стадию, минуя стадию таяни, напрямую из снега испаряется воздух. Вот откуда 97. Я давай сравнивать. Солнечный день, влажность высокая. И где-то наступает такой момент, где, может быть, эта груша, которая у меня, чувствует себя великолепно. Сейчас мы дойдем до калечения. Великолепно себя чувствует, да? Вот. Абсолютно великолепно себя чувствует. Где-то будет повышенная влажность ее в руби. И вот я в Москве. и вот я в знаменитом Тимирязевском саду. И вот я хожу и хожу с ужасом. Я, понимаете, я провинциал. Я не знал ничего. Это уже 10-100 лет прошло. Я не знал ничего. Вот. Я единственное в Москве по телевизору слышал. Четвертый год Москву заливают дожди. И я хожу по саду, но езжащие яблони, они должны обладать высочайшей сопротивлению к влаге, к влажному воздуху, к дождям, к сырости, к влажной почве. А они все парше, все, все яблони парше. А был я в 20-х числах июля. Вот такие яблочки, корявые, все естественно, деревья искалечены все в теме эльбисском саду. Это прям борис какая-то. Почему не отказаться хотя бы от того, чего можно отказаться? На какой черт им этот осветление штаба? На какой черт им осветление кроны штаб? И вот уже с этого все начинается. Понимаете? Есть сырость, где груши все будет хуже, хуже, хуже. Значит, холм все выше, выше. Значит, никакого осветления, никакого штаба. никаких ран. Потому что приходит зима и они частично подберзают из-за вот этих самых. Еще раз. Я не знаю, кого за советскую власть, вы все это знаете. Вся надежда хоть, что сейчас ребята, старики, старые эти самые, старая гвардия, которые все это знаете сами мотивируют. Я просто хочу вас сказать, сейчас мы попадаем уже в Яндекс, не только в Ютуб, но и в Яндекс. Так? Вот. А это значит, что у нас будет просто кроме вас нашего кружка еще тысячи тысячи людей, которые вот это все знают, что это святое. Что вот это обязательно надо искалечить. Понимаете? у меня таких фотографий сотни. Вот. Ради них потерпите, кто уже все это знает. И фотографии некоторые уже по второму разу, по третьему видите. Вот. Но если говорить про то, что у вас должны быть маточные сады, это же все такие лекции, значит, что я сделал? Я с этого момента начал брать черенки на прививку. И как брать? Оставляю всего лишь 5-6 почек. Проходит всего лишь год и через год уже вот такие. Это касается и обратите внимание, пусть она привита в свароке, но желание защитить себя от воды. И поверьте мне, пройдет время, я тянусь вам, я же не просто так делал, пройдет время, и они будут вот такие вот. И это сварок, и это сварок. Вот. Не надо ничего, зато оно никогда не погибнет, зато будет всегда сваргать. Я вам показывал старые фары, почему те два дерева выпилены? На них месте посажены абрикосы, я вам показывал, все это вы знаете. Ты догадаешься, почему, куда? В десятки этих самых, сотни килограмм за эти годы, а эти тонны сгнило под ними. Куда мне их солить? Они же не хранятся, летний сорт. Все, посмотрели и еще раз поняли, что это маточное дерево. С этого момента кто будет из вас питомника? Вот он, вроде Алексейка. То есть, опять, шесть почек отрезал, распушились, еще год, и вот, пожалуйста. Здорово? это маточное дерево. точка. Хотите 30-40 лет, как у меня, вот те самые старые. Ну, 40 лет, но 30 с лишним уже есть. И абрикосы есть такие, и груши есть такие. Хотите иметь? Оставьте их в покое. Вот. Как бы поливки натушить? Вот от этого натушить. Понимаете? Это шуть какая-то. Если вы скажете, вот тут оставил железо пенечек, это у меня. Здесь еще дело в том, что здесь причина была. Вот. Она взяла и начала осыхать. Я ее отрезал сушью. Процесс пошел дальше. Вот. Почему? Ну, вы это, вас что учить-то? Забор. С той стороны западной 50% света. Нету света. Все, шиш тебе, а не это. Оно спасалось. Вот они, скелетные эти. Волчки пошли справа, слева. Которые должны я должен был их уничтожить. Вот это, а вот это еще я вам покажу. Вот. Где крыша дома твоего? Я про эту крышу. Где твоя крыша? Как можно было взять вот так вот нарисовать, а? Ты с ума сошли, что ли? Я же не говорю о том, что если будет урожай, она рухнет. И эту ветку отрезал, и эту, и эту, и эту. Пускай будет еще больше туда попадает, как он называется, попадает туда морозу, пускай более хрупкая, ведь фактически облег насмерть и ничего не соображает, учит. А вот, пожалуйста, любите, вот. Ну, вы же видите, что это самое. Здесь черный пар, но это не мой участок. Но, зато я по соседям люблю ходить. О, как они любят колесить деревья. Посмотрите, стоило вот это отрезать, сюда пошел мороз, вот пошел вниз, так, и вот это все замерзло. Вот, я не знаю, как правильно называется, там, где это самое, камбии есть, я их называю сосуды. Я привык, что, недавние операции делали, сосудистый, хирург, то все, вот, и получается, что мне прилипло слово сосуды, я говорю, там сосуды, по которым течет живительная влага. Они замерзли. А если бы человек вот это не отрезал? Он же дерево погубил, а? Эй, я крыша дома твоего. Смотрите, возвращаясь к этой книге еще раз. Вот она, вот она. И в ней учатся, и вы видели, как там несколько страниц, отрежем это, отрежем это, каждый год отрежем, каждый год, понимаете? И что получилось? И вот те болезни, которые идут вдогонку плодовая гниль, грибная болезнь. Грибной болезни не существует в природе. Ну, как получилось, что человек прожил жизнь, который сам в своем сельсионном саду калечил деревья, снижая морозостойкость. За этим идет вот это манилез, грибная болезнь. Это просто отмирают листья, отмирают плоды, отмирает кора на ветках, на скелете, на штамме. Отмирает. Вот она отмерла, и в бой вступает в следующий этап. Почему? В природе все должно быть переработано. Это переработка. Вот это манилез, это самая безобидная вещь на свете. А на него навесили проклятие гибели миллионам, 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 миллионам деревьев. Сами калечим. Есть причина объективная, друзья. Это деревья попадают от исторического уровня. Помню, я говорил, полупустыня, тепло, не хватает там воды, зато солнце море, а воды мало. А он и там ищет, на много метров уходит вглубь Сержевого корня. И вверх лезет к солнцу. Причем таким образом, таким пирамидальной кроной, чтобы вода не растекалась никуда. Это тебе не яблоня, помню, я тебе показывал, расползается. Вот. И только нарушает принцип на привитых деревьях. Если бы они еще, все эти академики, пытались бы как-то наоборот, понимаете, не вот это, что он натворил. Вот как сказать, сейчас я еще раз не поленюсь. Вот мне кажется, ошибка страшная. Ошибка, которая принципиальная. Ее не должно быть. Это надо исправлять. Пусть даже с уважением поклониться, сказать, вы молодцы. Вот. Это есть. Это как солнце вокруг земли крутилось, крутилось. Умудрялись предсказывать, зная, что солнце вокруг земли крутится, умудрялись предсказывать эти самые небесные явления вплоть до затмения. Представляете, что было? Было? Вот, смотрите. Если бы знать происхождение, а мне для этого даже можно было и сада не выходить. я в своем саду вырастил вырастил и выкопал 30 тысяч сарженцев за свою жизнь. Так? Смотрите внимательно. Вот когда еще вот это, ветки были целы, еще когда не отрезал, когда не пунктируем было это все. Что должен был бы сделать академик? Вы должны сказать, ой-ой-ой-ой-ой, дерево привито, скорее всего, потому что непривитая груша, извините, это имерностойкость не та. Так ведь? Вот. И вкус не тот, то тут шансов, что будут сладкие меньше, чем у привитых. Привит это, вот у меня любое ешьте, даже сварок, который я чуть ли не обругал. Вот что должен был академик сделать. Вот может быть потом попрошу Павла для будущей книги. Вот так вот представим себе, что вот это рисунок, а рядом другое, где вот так вот сильно-сильно сжато все вот эти четыре ветки вот так вот так вот почему? Чтобы дереву привитому придать форму кроны, как у непривитого. Поняли, да? А он наоборот сделал. Вот. Вот это я с ним абсолютно не согласен. надеюсь, обид нет, надеюсь, человек живой, надеюсь, восприняется правильно, если до него дойдет. А скорее всего, не дойдет. Это другой мир. Вот. Он даже не обидится, потому что никогда не узнает. Вот. заслуженный академик и прочее. Вот так вот. Теперь смотрите. Сейчас мы с вами возвращаемся. Я фактически с этой темой сейчас расстанусь. Я очень хотел это все сказать. Понимаете? Вот это вот. Деревья сами вот так вот сами, сами, сами. не надо помочь. Они мудрые, они знают. Самые грамотные из нас не могут помочь дереву ничем, кроме как. Найти место подходящее. Почва тоже важную роль играет. Вот. Только мы сейчас это тема другого разговора. Вот это мы посмотрели, посмотрели, вот они прилитые, вот у них плодовая веточка до самых верхушек. Вот. Здесь даже не пришлось вот то, я говорю, если бы он взял вот так бы, ему бы цены бы не было, потому что тогда поливки набловить бы нечего, они бы остались без этих серебряников. Ну, разве можно так? И вот он, плодовая гниль, вот, бурая пятнистость листьев. И они вот, понимаете, у меня деревья здоровые абсолютно, у меня в самый влажный год не было вообще ничего. Я фотографии делал, я фильмы снимал, у меня есть эти, как называется, свидетели. Так. И ничего этого нет. Почему? Ещё раз, если я режу, вот это, допустим, ветки первого, последнего порядка, ну, то есть однолетие просто, меня видно, нет, однолетие просто, да, я их отрезаю и то оставляю вот так. Но я уже сюда не лезу ветки второго порядка, не лезу ветки третьего порядка. И не делаю тут страшную рану, не делаю. И вот это мне обходится так легко, что вот эти ранки, ранняя весна, они залечиваются как? Идёт сок, впереди всё сокодвижение. Я раны режу перед сокодвижением. Оно идёт, сокодвижение, и оно как раз для залечивания ран. А потом самое страшное, когда ещё учат лето, осень и зимой. Вот. И вот я говорю ещё раз, я обращаюсь к учёным, которые меня в ссале не услышат. Как я обращаюсь к ним? Я обращаюсь следующим образом. Значит, нужный эксперимент. Даже на непривитых это легче. Набрали тысячу семян, вырастили тысячу. Побелите часть, часть не побелите. Часть укоротите сверху при пересадке, часть снизу. В общем, всё вот это надо проделать, ну, когда-то, чтобы уже следующим академикам не придётся повторять за ним. Ведь это всё у него уже не просто книга, там ссылки на десятки авторов. Вы же понимаете, он же книгу как создал? Вот. По данным такого-то, по данным такого-то, по данным такого-то, по данным такой-то, по данным такого-то, по данным такой-то, по данным такого-то. Вот и вся книга. А то, что грибы не едят эти листья, листья просто портятся. Вот этого, к сожалению, до сих пор никто никогда, нигде не сказал и не переменил всю эту технологию. И тогда я железок, сейчас все немного и заточим. Тогда я железок. Взял вот эту. Вот эта вишня, а на ней всегда висит шланг. И бывало еще ее, все вишни живы-здоровы, а эта погибла, потому что часами лилась вода под нее. Ну, шланг от этого, насоса, от колодца, от малыша. И он все время все время дох, дох и наконец сдохла. К тому моменту, когда я купил в 15-м году эту дачу, она уже была мертва. А обрезки я нашел. Там в уголочке под забором были. И вот я взял вот такой обрезок, и вот такой обрезок я взял. Смотрите, видите? И сказал себе, я сунул естественно в вишню вот эти. Вишни не заболели. Ну, скажете, надо 10 лет, чтобы заболели. Столько времени не прошло. За год не заболели. Тогда я сказал себе, что если взять тысячу вот таких вот, а мы боимся чего? Ой, они лежат на земле, спор из них потом это, а потом ее разнесет. И почему-то боятся тех, которые на земле лежат. Гниют там листья, их надо убрать. Дурная работа по уничтожению этого. Пищевых, пищевой цепочкой уничтожается, когда выгребают листья. Понимаете? Траву выгребают. Все. Это даже наоборот все. А я говорю, вот этих все. Пусть миллион даст таких. Я под деревья разложу сто, тысячу, десять тысяч вот таких гнилых веток. Соберу со всей округи. И мои деревья не заболеют. Вот когда это поймут, избавятся от страшно бесполезной работы. прекратится каторга в садах. Вот чему я клоню. Вот это еще один лист, тот самый я его искал. Еще лучше, если есть возможность, проводить обрезку ежегодно. И каждый раз, когда груша обрезается ежегодно, она еще больше дает веток. Ей надо восстановить кровь. Она не дает больше урожая. Она стала меньше. Владовых почек меньше. Всего меньше. Она может дать урожай, который при смерти, караул гибнул, быстрее она родить. Но после этого у нее век еще короче. И этого никто и понять не может. Вот видите. Ну как может академик это написать? Почему, проведя жизнь в саду, он так этого не понял? Наверное, больше его никто не принес. Но новый сорт, он должен быть прежде всего, хотя бы при том же вкусе, не хуже вкуса. Но более морозостойкий. Но можно создать еще один сорт, но если морозостойкость не увеличена, тогда зачем он нужен? У нас что, нет прекрасных уже сортов яблок? По одним данным 7 тысяч, по другим 50 тысяч. Груша по одним данным 20 тысяч, по другим 5 тысяч. Куда больше так? Что в каком саду 5 тысяч груш в месяц? Я уже боюсь дальше листать. Польша я, ой, все, не могу уже смотреть это. Москва, полное поражение, дорезались. То, что я видел, я видел во всех садах, научном, крупнейшем, я видел в сотнях, я ходил вдоль улицы, прямо не заходил, а просто шел кругом в низкие заборы и любовался. Кругом яблони, у кого груши были, все полностью было поражено. Ладно бы там каким-нибудь там, как и Микозовым, каким-нибудь Монеллезом, что-нибудь заумным. Порша все уничтожила. Причем, я оговорился, не Порша уничтожила, а допустили Поршу. Потому что Порша встала на законное место уничтожать больные фрукты и больные листья, больные ветки. Вот. А тут, пожалуйста, Порша широко распространенная. Да где же широко, у меня же ее нет. Это значит, что Москва потерпела поражение. Ладно. Сейчас это глотную чаю. Меняем тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова